Добрый вечер! Информационное вещание на телеканале ОРТ продолжает программа «Обратная связь». В студии с вами сегодня я, Анна Фтюрина, и работаем мы по традиции в прямом эфире. Этим вечером предлагаем вам обсудить проблему довольно актуальную. В последние дни она обсуждается все чаще и чаще. Это проблемы и перспективы долевого строительства в Оренбурге. И поговорим мы сегодня об этом с нашими гостями. Спешу представить их уже сейчас. Это Александр Куниловский, генеральный директор строительного холдинга, депутат Законодательного собрания Оренбургской области. Здравствуйте! Добрый вечер! А также в гостях у нас сегодня Наталья Кузьменкова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры Оренбургской области. Добрый вечер! Спасибо огромное, что нашли время для нашего диалога сегодня. Надеюсь, он получится интересным. И, главное, для наших зрителей очень полезную информацию мы постараемся донести. Ну что же, а также напоминаю, что в течение ближайших 40 минут работает телефон нашей студии прямого эфира 43 45 07. Код города Оренбурга 35 32. Вы можете задать вопросы нашим гостям, они обязательно постараются на них ответить. А также интерактивное голосование, в котором мы приглашаем вас принять участие этим вечером. И ответить на вопрос. Итак, решающий фактор для дольщика при выборе, вступить ему или не вступить, ли вы участие при строительстве своей новой квартиры. Варианты ответов сейчас на ваших экранах, так же, как и телефоны, по которым вы можете дозвониться. Итак, самое главное, это подрядчик, либо же цена, которую вы готовы заплатить за квартиру, и дешевизна квартиры, на которой может быть для вас становится решающей. Либо же сроки сдачи дома. В конце программы подведем итоги голосования и обсудим их с нашими гостями. Ну что же, а перед тем, как начнем наш диалог, небольшой сюжет о том, как буквально на днях состоялось одно из последних совещаний в правительстве области о самых последних проблемах долевого строительства, в частности, в Оренбургском районе. Все, внимание на экран. Не причины оправдания финансовых трудностей компании, а четкие сроки и ближайшие перспективы. Разговор с подрядчиками проблемных строек, как обычно, жесткий. На кону будущее сотен людей. Многие уже выплатили всю сумму долевого участия. Только вот в квартиры так и не въехали. Количество официально учтенных проблемных объектов у нас по сравнению с другими субъектами Российской Федерации незначительное. Шесть жилых домов, 72 гражданина в реестре пострадавших. Вместе с тем, есть тревожная информация, что 17 застройщиков, нарушающие сроки ввода жилых домов в эксплуатацию, по 17. Это 33 объекта, 760 договоров долевого участия. Большая часть из них находится в Оренбургском районе. За круглым столом с главой региона представители пяти компаний-застройщиков. Своих ключей дольщики, каждый из них ждут еще с прошлого года. Поселок Пригородный, Ленина, Весенний, Неженко. Где-то долгострои замерли на финальной стадии, где-то не возведено и половины. Как, например, на объекте компании «Диалог Трейд». Два многоквартирных дома в Пригородном должны были быть сданы еще в декабре 16-го. В конце этого года документы о разрешении на строительство теряют актуальность. Только вот ВОЗ и ныне там. Финансовые средства на завершение строительства у застройщика отсутствуют. Всего имеется 20 договоров для любого участия на сумму 28,2 миллиона рублей. Что могу сказать? Мы не правы. Действительно, оказалось, что горе-строитель. То есть не рассчитал некоторых рисков. И, ну, грубо говоря, вляпались. У нас есть введенные в эксплуатацию квартиры, под залог которых мы собирались получить кредит Сбербанки, чтобы достроить. На что вы рассчитываете? На чудо. Пока одни верят, другие попросту исчезают. Дольщики жилого комплекса Пушкина в поселке Ленино, вложившие в строительство 15 миллионов рублей, не видят ни дома, ни даже самого застройщика. Адрес оказался вымышленным. Письма возвращаются. Жилой комплекс Пушкина. Ваше право жить лучше. Прокуратура возбудила уголовное дело. Мы, к сожалению, сегодня не можем найти застройщика. Самарская фирма, компания. Поэтому там очень много вопросов. По остальным вопросам и стройком сервис, и гармония в доме, или какие-то пути уже решения мы нашли, или мы сегодня над ними работаем. А вот в истории с нашумевшим Альтаиром-2007 в поселке Неженко, по заверениям главы района, строительство финишируют уже на следующий год. Долгожданные ключи получают 20 дольщиков. Остальные объекты на контроле главы области и прокуратуры. Пока под наблюдением находится работа базис технокомплекта. Это жилищный комплекс «Белый остров», который также вызывает определенную тревогу по достройке объектов в установленные сроки. Проверку мы организовали, в настоящее время проводим. Что касается кампании «Диалог трейд» и «О гармонии в доме», то материалы проверок направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении уголовной ответственности виновных должностных лиц. Правда, некоторые оренбуржцы, так и не дождавшись ни жилья, ни сдвигав решение проблемы, принимают решение попросту расторгнуть договоры долевого строительства и минуют реестр обманутых дольщиков. Что, в свою очередь, лишь осложняет и защиту их прав, и поиск путей завершения строительства. Итак, а мы вновь в студии. Напомню, работаем в прямом эфире и начинаем наш диалог. Наталья Николаевна, наверное, вам первый вопрос адресую. На сегодняшний день по области, по Оренбуржьи, насколько вообще велико количество проблемных застройщиков и изменяется ли оно как-то в последнее время? Проблема долевого участия в строительстве остается актуальной в настоящее время для нашего региона. К сожалению, нашей области не удалось избежать появления проблемных объектов на территории. В прокуратуре области, в свою очередь, принят и разработан комплекс мер профилактического организационного характера, направленный на выявление, пресечение нарушений в данной сфере. И, соответственно, по каждому факту переноса сроков дается оценка действиям застройщиков, в том числе уголовно-процессуального характера. Александр Анатольевич, вы, как никто, эту сферу знаете изнутри строительства. Насколько именно строительство с долевым участием потребителей, будущих владельцев квартир, оно сегодня рискованное в нынешних условиях экономических? Ну, при ответственном отношении приобретателя жилья, граждан, еще раз подчеркиваю, личном ответственном отношении, по большому счету, если выбор сделан правильно, это безрисковая ситуация. Если брать сегодня ситуацию с обманутыми дольщиками на рынке жилья непосредственно города Оренбурга, не прилегающих районов, не сельских районов, то она минимальна, за исключением, наверное, одного проекта, это небезызвестный вам проект на улице Березка. 100% сегодня высотного жилья в городе Оренбурге строится с участием дольщиков. И случаев задержки сроков сдачи строительства многоэтажного практически нет, потому что на этом рынке работают ответственные застройщики, компании с именем, которые берегут свой имидж и очень ответственно относятся к каждому нюансу, который обозначен законом, да и вообще в целом логикой. Тогда вот те проблемы, которые возникают в Оренбургском районе, по области, Бузулук тоже недавно фигурировал в сводках, что это такое? Это то, что было изначально в проект не заложено, те риски, которые, может, не были учтены, или что-то, то, что возникло уже в процессе стройки? Откуда эти проблемы возникают? Ну, вот я обращу внимание сразу зрителей, и у вас, что в сюжете прозвучало, слова директора вляпались. Конечно, непрофессиональное отношение к начатому делу со стороны руководителей проектов, со стороны состройщиков. Непросчитанные риски. Ведь с учетом динамики цены, которая складывалась в течение с 2002 года по 2012, рынок жилья стал настолько привлекателен, что туда пришли достаточно непрофессиональные люди и считали, что там заработать очень легко. Кризис все расставил по своим местам. Если взять сегодня количество фирм, которые строят жилье в городе Оренбурге, посмотрите, оно сократилось в разы. Малые и средние компании вообще с рынка многоэтажного строительства ушли. Они остались еще на рынке пригородного строительства, и их проекты все равно начаты год, два, три назад. И проблемы растут оттуда, когда они начинали, будем говорить, такое в жирное время, по финансам спокойным. А сегодня в условиях кризиса надо просто переформатировать свои действия и очень ответственно относиться к затратам каждого рубля. И ошибки становятся фатальными, особенно если у фирм нет финансового запаса. Сегодня практически все застройщики несут реальные, по крайней мере, год-два назад несли все реальные убытки. Потому что если говорить о себестоимости строительства, я как руководитель крупной строительной компании могу сказать, что себестоимость не уменьшилась. А цены на рынке сегодня соответствуют ценам реализации жилья 2009 года. То есть динамики роста жилья нет, она отрицательная. Объемы ввода значительно снизились. Спрос возможный значительно упал, потому что покупательная способность населения в разы уменьшилась. Предложения квартир сегодня на рынке избыточные, реализация ограничена, поэтому и цены такие. И все это сделано сегодня, ну не сделано, как результат это убытки или минимальные доходы строительных компаний, которые не позволяют развиваться. Никто сегодня не приобретает новую технику, никто не строит амбициозных планов. Нет запуска проектов, там комплексной застройки территории практически, за исключением может быть там одного проекта. И это приводит только к одному, что отрасль чувствует себя очень нехорошо и напряженно. И здесь важно, чтобы ответственность, связанная с участием в проектах долевого строительства, была обоюдная. То есть застройщик должен правильно позиционироваться и уметь считать, считать в первую очередь все риски финансовые, организационные, маркетинговые в том числе. От места зависит же, люди будут покупать там жилье или нет. Ты вкладываешь сотни миллионов рублей, и какой результат за этим будет. А приобретатели жилья должны понимать, что репутация компании, она достаточная для того, чтобы приобретать. Не лениться читать декларации, не лениться читать историю компании, которая сегодня все публичны. И ни прокуратура, ни строительный застройщикам не позволяет чувствовать себя вольготно и просто. Зайти на рынок сегодня очень сложно. И на нем в основном участвуют, по крайней мере, на проектах высотной застройки, участвуют только проверенные компании, которые уже имеют опыт работы. Обязательно еще подробнее во второй части программы поговорим о том, на что нужно обратить внимание человеку, который решил стать участником долевого строительства. А сейчас буквально несколько секунд прервемся. Реклама на телеканале Ольта. Мы продолжаем диалог в нашей студии. Программа «Обратная связь». Работаем в прямом эфире. Напомню, сегодня обсуждаем проблемы дольщиков, проблемы застройки с участием, долевым участием. И в гостях у нас Александр Кунеловский, генеральный директор строительного холдинга, депутат законодательного собрания и Наталья Кузьменкова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии прокуратуры Оренбургской области. Наталья Николаевна, вот на сегодняшний день по нашей области, по региону, каково количество проблемных застройщиков и реестр обманутых дольщиков? Кто же все-таки вступает в количество людей? На настоящее время на территории области существует шесть проблемных объектов строительства с долевым участием у пяти застройщиков. У одного из застройщиков соответственно два многоквартирных дома, которые включены в реестр проблемных объектов. В реестр обманутых дольщиков, в свою очередь, включено 72 гражданин. Такова статистика в настоящее время. Александр Николаевич, вот в сюжете у нас уже прозвучало, что многие потребители не вступают в реестр обманутых дольщиков. Как считаете, почему происходит такая тенденция? Тенденция, немногие, я скажу, что если брать на примере Северное Сияние, то они не входят в реестр, потому что они считают, что до завершения строительства, во-первых, осталось минимальный объем вложений. Но когда они переходят в статус обманутых дольщиков, ответственность по сути своей с застройщика снимается. И начинают отработать другие механизмы. И вполне возможно, что будет поставлен вопрос о дофинансировании строительства жилья за счет, опять же, дольщиков, потому что там нужно решать вопрос. Так получается, человеку-потребителю выгоднее вступить в реестр или не выгоднее? Ну, здесь специфика каждого объекта имеет персональное значение. Я имею в виду, что по Северному Сиянию там значительное количество людей, которые сегодня не получили квартиры. И объект самый, наверное, резонансный из всех, которые есть в Оренбургской области. Но, тем не менее, вот эти 200 человек, они же приняли для себя решение. Кто-то же их консультирует, что они не расторгают договора. Почему? Я могу предположить. Потому что квартиры они приобретали по цене, которая ниже рыночной. И сегодня они считают свои финансовые риски, и никто из них не хочет доплачивать совершенно. Это как один из нюансов. Я это не берусь утверждать до конца, их мотивацию. Но я могу, опять же, предположить, почему. Но значения особого не имеет. Потому что, с учетом того, что губернатор поставил сам перед собой задачу, перед правительством, что этот проект должен быть закрыт, и люди должны получить жилье. И они его рано или поздно получат, потому что там проблемы-то организационно незначительные. Но, тем не менее, застройщик, который осуществляет проект, сегодня еще являясь, хоть и подследственным, но на свободе является, он объект не завершает, к сожалению. И при этом это не единственный объект. Есть еще много. Ну, еще один. Но там, по-моему, на сегодняшний день инвесторы, если есть, то их минимальное количество завершит. Какие проблемы? Первый звонок. У нас телезритель дозвонился. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте. Меня зовут Пегасова Надежда. Я из города Базулока. Вопрос у меня в прокуратуре по поводу застройщика из Базулока. Городострой. Донбасская, 91. Вопрос такой, что как будет наказан застройщик за срыв дачи дома под оговору долевого участия? И действительно ли в этом году, как планировалось, 20 декабря, будет дан дом в эксплуатацию? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Как раз вот о чем у нас была в сюжете информация. Мониторинг деятельности данного застройщика осуществляется с 2015 года, с того момента, когда должен был быть осуществлен первоначальный ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренный проектной декларацией. Впоследствии данный застройщик неоднократно продлевал сроки завершения строительства. И вот, как было озвучено, последний раз было продлено до 20 декабря 2017 года. Прокуратурой области принял комплекс мер прокурорского реагирования в отношении данного застройщика. Соответственно, по результатам рассмотрения которых часть нарушений устранена, в том числе увеличены темпы строительства, направлены уведомления гражданам о необходимости заключить дополнительные соглашения по срокам и, соответственно, по выплатению устойки в том случае, если граждане откажутся заключить подобные соглашения. Ну, что могу сказать? Конечно же, за застройщика отвечать невозможно. Завершит он строительство к 20 декабря текущего года. Мониторинг деятельности осуществляется на постоянной основе. В Азулкской международной прокуратуре проводятся организационные встречи, мероприятия межведомственного характера, в том числе с органами местного самоправления. Практически ежедневно наблюдается ход строительства. Вопрос пока открытый, по сути. Соответственно, невозможно. Александр Анатольевич, а вообще вот компания, которая попала в такую трудную ситуацию по опыту, как считаете, насколько все-таки велик процент, что удастся выйти из вот этого кризиса и все-таки ключи от квартир людям вручить? По опыту тех компаний, которые мы уже много знаем лет и в Неженке, вот история, которая долго гремела, да, и другие. Ну, я могу сказать на собственном опыте, мы забирали один проект, где фигурировали тогда еще статуса не было обманутых дольщиков, это был 2005 год, на улице Полигонной мы достраивали дом, который действительно без дополнительных вливаний достроен быть не мог, потому что те же самые ошибки, идентичные, все и в принципе... Те же самые ошибки, это ошибки проекта? Ошибки руководства компании, которые считали, что они вот прибыль получают на начале работы с проектом, а не в конце, и все, что делалось, делалось ненадлежащим образом, то есть они обманывали сами себя и обманывали людей. И нам пришлось дофинансировать проект, достроить дом и отдать его людям с гарантией того, что мы получим часть жилья в этом доме, в достроенном, но оказалось так, что прежний застройщик не только как бы наврал дольщикам, но и нам в том числе, потому что в процессе, пока мы вели переговоры и подписывали бумаги, он успел продать эти же квартиры, которые должны были отойти нам. И мы понесли убытки в объеме... Да, это мошенничество, и человек потом был привлечен к уголовной ответственности, правда незначительный, он год отсидел под следствием, потом еще несколько дней отсидел в реальном месте заключения, но его выпустили, и он как бы живет и здравствует. Но тем не менее мы понесли реальные убытки, порядка 50 миллионов рублей, и согласились с этим, потому что с жителей мы взять этого не могли, потому что жители возражали, и они получили по праву свое жилье. И если к вопросу вернуться, если нет у застройщика ресурсов финансовых, закончить объект, окончание строительства и передачи жильцам под большим вопросом. То есть здесь люди сами должны определиться, готовы они дофинансировать этот объект за свой счет, чтобы с учетом даже удорожания стоимости по их договорам они завершат объект и получат жилье, или будут искать выходы с помощью власти, прокуратуры, привлекая их к уголовной ответственности. Но даже если, грубо скажем, даже если расстрелять застройщика, деньги неоткуда не возьмутся. Обычно говорят так, ну должник пусть лучше здравствует и живет, и найдет деньги, чтобы закончить свое дело. Закончить проект, да. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Да, здравствуйте. Екатерина меня зовут. Такой у меня вопрос. Вот молодая семья, планируем приобретать жилье. Не могли бы вы подсказать, на что нужно обратить внимание, чтобы не нарваться на таких мошенников, про которых вы сегодня говорите в программе? Екатерина Байзеренбурга? Да. Спасибо большое за вопрос. Готов ответить. Вместе с прокуратурой. Внимательно выбирайте застройщика. Кому вы доверяете деньги? А как его выбрать? Это зайти на его сайт. Вот как проверить документацию? Есть четко нормативные правила, которые прописаны 214-м законом о долевом строительстве, где говорится, застройщик должен опубликовать декларацию, у застройщика должна быть публичная история, у него не должно быть судебных тяжб и так далее. Историю просто посмотрите, сколько он построил жилья, сколько квартир передал людям. Спросите в том доме, зайдите просто куда-нибудь в Пагест, спросите, как вы считаете, квартира хорошая или нет, вовремя сдали или нет, есть ли претензии у людей. Без вопросов, конечно, не бывает, но тем не менее, те крупные компании, которые сегодня строят в городе Оренбурге, выполняют все свои обязательства. Нюансы есть, но в основном вопросов у жителей нет. Их никто не обманывает. Они надлежащим образом могут получить свое жилье, внеся, соответственно, деньги. Репутация компаний, да, еще, может быть, какие-то нюансы. Репутация, публичность, история. Вот важные, я думаю, что три аспекта, которые сегодня могут уже подсказать, кому и как можно давать деньги. Я, пожалуй, еще добавлю по поводу цены продаваемого жилья, поскольку, безусловно, каждого потребителя, гражданина должно смутить. Если стоимость, предлагаемая на 20-30% ниже рыночной, устоявшейся, то, соответственно, человек уже должен задуматься. Опять же, существует множество серых схем при заключении договора долевого участия в строительстве. То есть гражданин также должен понимать, что единственный законный способ привлечения денежных средств на таком этапе – это договор участия в долевом строительстве. Более подробно всю информацию для граждан мы изложили в специальной памятке для того, чтобы не стать обманутым дольщиком. Она размещена в настоящее время на сайте прокуратуры Оренбургской области. Также мы настоятельно рекомендуем пользоваться всеми возможными интернет-ресурсами на сайте инспекции Государственного строительного надзора, Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области. Также размещены информации, памятки о том, как не стать обманутыми дольщиками и каким образом можно промониторить застройщика, с которым потенциально захочется заключить договор. Цена. Немаловажный еще аспект качества. То есть видеть этот проект и понимать, что не всегда цена, которую вы готовы платить, и при этом вы получите качественный и тот продукт, которым можно жить всей семьей и здравствуйте. Те проекты, которые звучали у нас в сюжете, ведь там уже изначально, даже глядя на само здание, которое на этапе проектирования было заложено, там уже было понятно, что очень много сложностей возникнет. В проекте декларации видно, как еще должно строиться здание, какой конструктив, какая этажность, что там присутствует, там по сути своей все есть. Чуть ли не смета там разложена, пожалуйста, посмотрите внимательно, только надо не поледниться и прочитать. И очень правильно сейчас наш коллега из прокуратуры сказал, что вы найдите время, прочитайте сайт прокуратуры Роспотребнадзора, посмотрите еще отзывы о застройщике, как люди отзываются о том или ином застройщике, участники рынка, у которого вы собираетесь приобретение сделать. И вам будет практически все понятно. А люди вообще сейчас активность проявляют в этом или многие все-таки клюют, вот дешево, значит, ладно? Вот проявляют такое? Мне сложно сказать мотивации, я никогда в статусе приобретателя жилья в многоэтажных домах не был, я последние 15 лет только строю, поэтому сложно понять мотивации. Ну, конечно, мы смотрим, когда наши отделы продаж анализируют, конечно, первая мотивация – это цена. Цена дешевая не всегда есть хорошо. Надо сразу задуматься, цена общерыночная, цены у застройщиков отличаются в зависимости от места, от метража квартиры, от способа строительства, но отличия эти не кардинальные, особенно сегодня. Они где-то на одном уровне, плюс-минус там какие-то небольшие проценты. Но если цена значительно отличается от рыночной, от цены основных застройщиков, это должно сразу насторожить. Еще одного телезрителя сейчас выслушаем, с какой же бедой ему пришлось столкнуться. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас внимательно. Как вас зовут? Это Александр Гончарова. Александр, откуда вы? Оренбург. Оренбург. Слушаем внимательно ваш вопрос. Вот сейчас был вопрос, было пять непорядочных застройщиков назвали. А почему им не назвали? Какие застройщики? Вот я хочу купить, и чтоб мне не влететь, я хотел бы знать, какие застройщики непорядочные. Александр, буквально через несколько секунд ответим, сейчас прервемся на короткую рекламу и ответим вопрос Александра. Рекламу на нашем телеканале. Возвращаемся в студию программы «Обратная связь». Прямой эфир. Напомню, сегодня обсуждаем проблемы долевого строительства в нашем регионе. До ухода на рекламу прозвучал интересный очень звонок, и телезритель интересуется, а как же, собственно, при выборе ему той или иной компании, на что опираться, где можно взять информацию, какие застройщики потенциально положительные, какие отрицательные. Вот есть ли такой список, где-то, Наталья Николаевна? Законом не предусмотрено введение такого списка с реестром потенциально опасных застройщиков, с которыми нельзя гражданину заключить договор долевого участия в строительстве. Но, опять же, возвращаясь к нашей предыдущей теме, все это можно установить посредством мониторинга официальных сайтов в сети интернет, в том числе и по заданному вопросу заседания правительства, которое было в сюжете оговорено. Информация полная по данному заседанию присутствует на официальном сайте правительства Оренбургской области. И вот там указан тот перечень застройщиков, которые, опять же, говорю, обсуждались на данном совещании. Александр Анатольевич? Ну, если говорить про тех, кто уже попал в реестр, они уже ничего не продают, на них уже никак никто попасть не может, потому что они лишены права, они находятся в стадии кто банкротства, поэтому операционную деятельность они не ведут. Те пять застройщиков на совещании правительства, которым задавали вопросы по их дальнейшей деятельности, но они пока не потеряли легитимность свою и право. Поэтому надо, опять же, обращаемся к тому, что надо читать публичную информацию, но если вы хотите еще укрепиться, кроме того, что написано на различных ресурсах в СМИ, укрепиться в знании в своем, спросите знающих людей, кого бы вы порекомендовали. Ну, есть риелторские компании, которые ответственно известны риелторской компании, есть крупные застройщики, которые могут дать рекомендации, у кого вы не собираетесь, которые не рекламу будут проводить, а у которых вы не собираетесь приобрести, но тем не менее. Все подразделения открыты и достаточно профессионально могут дать совет. Ну и главное все-таки внимание и быть в медиафространстве. Надо самому ответственно относиться к этому и не пожалеть времени для отбора. Для изучения, да. Итак, ну, если все-таки такая бы случилась, и человек попал в ту самую проблемную ситуацию, став дольщиком, и долго не может получить заветные ключи от квартиры. Вот, во-первых, какие все-таки штрафные санкции предусматриваются и насколько они эффективны бывают, Наталья Николаевна? Штрафные санкции, предусмотренные действующим гражданским законодательством, 214-м федеральным законом об участии в долевом строительстве, это неустойка. За каждый день просрочки обязательств. К сожалению, это опять судебный порядок, в судебном порядке денежные средства взыскиваются застройщику, но опять же того застройщика, у которого устойчивое финансовое состояние на рынке, который способен впоследствии исполнить решение суда. Если застройщик признан банкротом, либо вообще не ведет свою деятельность, как было озвучено в сюжете заседания правительства, естественно, это решение суда будет неисполнимо. А вот здесь тогда как быть долейщику? Ну, как? Нечем возмещать застройщику? Если умер, с мертвого чего возьмешь? В экономике тоже бывает, умирают. Но вот я могу сказать, как крупная компания действующая, мы считали, какой не только репутационно-экономический ущерб мы понесем, если нарушим сроки сдачи домов. Вы знаете, мы просчитали, что в таком достаточно серьезном юридическом варианте, когда мы по полной мере ответим, то люди могут получить квартиру вообще бесплатно. То есть это такие компенсации, которые равняются по сути своей стоимости самой квартиры. То есть люди заплатили деньги и могут получить объем компенсации равной стоимости их затрат. По большому счету, мы должны понимать, что если компания живая, поэтому выбор должен быть из тех, кто может обеспечить ваши права и вернуть ваши вложения. Можно я еще поясню по данному вопросу? Поскольку если уж так случилось, и гражданин стал обманутым дольщиком, то безусловно все должны знать, что он имеет право на включение в реестр так называемых обманутых дольщиков, которые формируются на территории каждого субъекта. И, соответственно, эта проблема становится обозначенной для всех органов государственной власти, местного самоправления, правоохранительных органов, надзорных. И вот на территории Оренбургской области принимается комплекс дополнительных мер по поддержке уже обманутых дольщиков. В частности, там предусмотрено постановление правительством поддержка молодых семей, в которых один из участников является обманутым дольщиком. Жилые помещения предоставляются коммерческого фонда использования на территории Оренбургской области. И вот в настоящее время законопроект, насколько мне известно, в дополнительных мерах. Через секунду продолжим, у нас дожидается наш телезритель на линии. Здравствуйте, откуда вы? Представьтесь. Беспокоит вас Саренбург, Павалитин Виктор Иванович. Виктор Иванович, слушай. Вопрос у меня такой, Александру Кунеловскому. Вот он строитель, и не пора ли нам вернуться к строительным банкам? Вы помните, как все шло в строительных банках за объект, получали по завершенному строительству, ну и так далее. Вы это все прекрасно знаете. Вот ответьте мне на этот вопрос. Спасибо большое за вопрос. Ну, хороший вопрос, Виктор Иванович. Но ностальгия по советскому времени, она хороша, тогда были просто другие экономические условия. И сегодняшние банки, это не те советские банки, которые работали в строго плановой экономике. И сегодня банковское сообщество не готово дать ту стоимость денег, которые строительные компании получают от граждан. Деньги должны быть длинные, деньги должны быть приемлемые по цене, для того, чтобы сформировалась приемлемая цена на рынке, которую позволительны в рамках договоров долевого участия потом приобрести, или недолевого участия, а приобретения конечного. Сегодня поставлена задача президента в России вообще ликвидировать долевое строительство, как вообще факт такой наличствующий. И поставлена задача найти замену долевому строительству, строительству с долевым участием за счет инвесторов. Инвесторам может выступать сегодня банк. Рассматриваются разные варианты. Дорожную карту 4-го числа должны были закончить, 5-го числа они должны были представить президенту правительства России. Но первая идея, которая набросана, то, что публично стало нам известно, это то, что будет организован строительный банк. Это ваши слова совпадают, ваша идея совпадает с тем, что сейчас прорабатывается. Но хватит ли у этого банка ресурсов, специалистов для того, чтобы обслужить всю Россию? Я думаю, что нет, не хватит. По крайней мере, те законодательные акты, которые приняты сегодня в Российской Федерации, они, конкретно, федеральный закон номер 218, они долевое строительство выводят в запретительную зону. И с 1 июля 2018 года вступают все нормы этого закона в силу, и строить жилье на основе договоров долевого участия становится практически невозможным. По крайней мере, в сегодняшней сложившейся ситуации. То есть, Государственная Дума, правительство Российской Федерации сегодня поставили большой вопрос вообще о существовании жилищного строительства в Российской Федерации как такового. Предполагаемо, проектное финансирование должно, во-первых, дать такую же возможность, как договора долевого участия. Деньги должны быть длинные, и деньги должны обеспечиваться самим проектом, реализацией этого проекта. Приведет ли это к удорожанию жилья, если это будет решено? Конечно, приведет, потому что банки без маржи работать не могут по-любому. Дольщики же, инвестируя на начале строительства, сегодня получая даже инвестиционную выгоду, банки эту инвестиционную выгоду считать не будут. Они это будут считать заведомо своей маржой. Ну и, соответственно, как будет реализована схема, сегодня совершенно непонятно. В Российской Федерации, к сожалению, сегодня нарушен принцип медицинский, который должен соответствовать в деятельности любой государственного органа, правительства или Государственная Дума. Принцип простой – не навреди. Сегодня принято решение, которое ограничивает, а ничего не дает. Запрещать – запрещается, а дать то, чтобы дать людям, дать застройщикам, дать целой отрасли – ничего нет, никаких правил. Есть пока рассуждения, есть законодательные инициативы, осталось-то всего буквально полгода. 1 июля оно не за горами, а сам законодательный процесс, планирование государственное позволит ли решить это вопрос? Вот смотрите, вы сейчас очень такую болевую точку, на самом деле, подняли, благодаря вопросу телезрителя. Выходим на финишную прямую, да, время наше эфирное заканчивается. Вот как вы считаете, действительно ли можно назвать вот такой вектор, о котором вы сейчас говорите, ну, ликвидации, направление на ликвидацию отрасли долевого строительства? Все-таки какая перспектива-то? Опять, давайте сразу говорить о том, если будет решен вопрос о проектном финансировании с достаточной лояльной ценой, то жилищное строительство будет сохранено как под отрасль строительства, как один из, я скажу, индикаторов экономического развития. Когда есть в стране, в городе доступное жилье, это говорит, что благополучная экономика работает. Когда жилья нет, жилье дорогое, экономика неблагополучна. Последние три года мы сегодня имеем ситуацию, жилья немного строится, немного, оно недорогое, вроде бы и благополучно, но с другой стороны экономика неблагополучна. А когда его не будет, вообще говорить не о чем. А если вот развитие негативное? Если негативное развитие правительством Российской Федерации не будут приняты исчерпывающие решения, а эти решения неоднозначны, одного закона недостаточно. Для того, чтобы это все заработало, нужно поменять в целом политику Центрального банка Российской Федерации. Потому что сегодня банки кредитуют, а половина банков вообще не кредитует строителей, а те, которые кредитуют, требуют твердого залога, и на один рубль, вложенный в строительство, нужно дать полтора рубля обеспечения, это практически невозможно. Потому что по России нужно 3 триллиона рублей, чтобы сохранить темпы жилищного строительства, которые существуют сегодня. Если говорить о развитии, значит, это уже 5 триллионов. Есть такие деньги? Это сопоставимо, ну, я скажу, что по сути своей, с объемом ВВП, с половиной объема ВВП Российской Федерации годовым. Такие деньги есть или нет? Поэтому я пока не испытываю оптимизма. Очень много вопросов. Еще нам ровно такую же передачу на обсуждение надо, потому что тема действительно горячая, и перспектива довольно туманная. Вопрос открытый. Что же все-таки будет? Я скажу, что перспектива не туманная. Я думаю, что мы совместно все найдем решение данной проблемы, потому что эту проблему мы сами себе создаем. Мы пытаемся спасти младенца в виде обманутых дольщиков, выплескиваем вообще все и прекращаем. Рожать вообще не надо. Ну, это уже радикальная обстановка вопроса. Итак, решающий фактор. Что думают наши телезрители? Для дольщиков большинство, 43%, считают, что решающий фактор это все-таки цена. К сожалению. О чем мы сегодня и говорили. Огромное спасибо нашим телезрителям за то, что провели эти 40 минут вместе с нами на телеканале ОРТ. Встретимся с вами в очередном эфире программы «Обратная связь» уже на следующей неделе. Хорошего вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok